Всем добрый вечер! Сегодня у нас творческий вечер, хоть это и тавтология, но тем не менее. С нами сегодня очаровательная Арина, которая поет не только каверы, но еще и свои сольные песни, о которых мы сегодня обязательно услышим. Арина, здравствуйте! Здравствуй, Лена! Здравствуйте все гости! На нашем творческом вечере присутствуют также зрители, которых вы, к сожалению, телезрители не увидите, но тем не менее, вполне возможно, что из зала кто-то задаст тот или иной вопрос. Мы постараемся каким-то образом это смонтировать, чтобы вам было понятно. С чего все началось, Арина, как певица? С чего началось? Где начался этап пения? Это, ты имеешь в виду, детство, вариант сейчас. Если у тебя началось вчера, то так и отвечай. Ну, все началось в детстве, видимо, да. То есть, как бы, помню себя в первый раз, когда я пела сольно, это был детский садик на утреннике. Это было здорово. Я была солисткой. Что пела? Это была какая-то детская песня. Точно не помню, как она называлась, но это было очень весело, здорово. Я себя чувствовала просто певицей, такой крутой, как мне казалось, но было очень здорово, интересно. Откуда ты узнала, что ты поешь? Вот как можно было понять, чтобы стать сольной певицей даже в детском саду, нужно было как-то открыть в себе этот талант? Все время пела. Сколько себя помню в детстве, все время пела. Очень нравилось включать телевизор, смотреть, как поют звезды советской эстрады тогда. И очень нравилось имитировать голоса уже в детстве и повторять. На ком тренировалась? Кто были те первые звезды, которые вдохновили для пения? Это была Алла Борисовна Пугачева, это был Валерий Меладзе, это была Наташа Королева. Тогда была еще, кстати, классная песня у нее. Меладзе в советское время? Нет, ну почему, по-моему, в 90-е годы уже были песни у него «Скрипка». В 90-е и советское время? Ну ладно, окей, хорошо. Окей, пускай будет так. Наталья Королева «Маленькая страна» была такая песня у нее классная, очень мне нравилось. Вот я садилась перед телевизором и пыталась повторить за ней, спеть как она. Использовала что-то для этого? Некоторые девчонки брали там лак для волос, ложку какую-то. Что-то использовала в роли микрофона у тебя, работало что-то? Да, как раз вот лак для волос, наверное. Вот подсказывают, да, точно шкаф. Там хорошая очень акустика. То есть ты забиралась в шкаф и там пела? Нет, я приоткрывала дверцу шкафа и… И туда, в Нарнию? Вот, туда так заглядывала. Как мама воспринимала? Мое пение? Так, как же она воспринимала? Мне нравилось, девчонка поет. Чего, классно, дома весело. Вот. Еще помню, у нас были, когда гости собирались в детстве, папа брал аккордеон, либо гитару, пианино у нас дома стояло. И так же аккомпанировал. Мы с братом пели вместе, выступали, танцевали, пели перед гостями. Как же это было здорово. Аккордеон, пианино. Значит, музыкальная семья изначально была? На фоне любителей, да, то есть никто ничего не заканчивал, папа ничего не заканчивал, но как любитель был, у него был также прекрасный голос, бас низкий такой. Видимо, передалось как-то. Также у меня, я знаю, еще мама очень любит петь. И по ее линии тоже был, тоже дедушка, ее отец тоже пел. Вот. И играл на аккордеоне. Если мы сейчас уберем консервативные моменты, нет образования, но тем не менее все пели. Ты продолжатель династии поющей семьи. Когда было такое, что ты училась профессионально пению, вокалу? Где ты училась? Это было постоянно. Петь я начала, учиться петь. Все началось, наверное, лет в двенадцать, примерно. Одиннадцать-двенадцать лет. Я, так как я мечтала петь, да, я нашла сама по рекламе, тогда была, ну, газета, да, студии, искала студию, куда бы я могла вообще пойти, начать вообще петь, где бы я могла учиться этому. Нашла студию, феста тогда была такая студия, вот, под руководством Елены Садловской. И там у нас был ансамбль. У нас было восемь, по-моему, человек, ну, плюс-минус. И там распевались, пели, участвовали в конкурсах, ездили по школам, по каким-то мероприятиям. Нет, или не было мероприятий, точно не помню, но было очень много всяких, то есть конкурсов и каких-то, где можно было выступить мест. А помнишь самый первый выход на большую сцену, где не родные и близкие сидели вместе за дружным столом, где ты, в принципе, молодец только, потому что ты – это ты. помнишь, когда ты вышла первый раз на чужую аудиторию и запел? Чужую аудиторию. Ну, ты имеешь в виду со студии «Феста» или когда мы уже… Я имею в виду вообще ты первый раз на сцену. Первый раз. Ну, мы не увидели, поэтому это не было страшно, это не было… Это было замечательно, здорово… Как называлась? «Кафе Пья Чарли». Это в Плявниках такое кафе, вот… маленькое. Я знаю, что есть свои песни. Откуда они берутся? Кто сочиняет текст, музыку? И когда произошло такое в самый первый раз? Так, самый первый раз. Ну, я, наверное, бы сказала, что о своих песнях, которые у нас есть замечательная также знакомая подруга Нина Ахметова. У нее есть очень много таких жизненных стихов. И она вот показала, предложила. Мы вот с Артуром вместе что-то для себя отобрали, то, что близко, то, что нравится. И я как бы музыку, получается, написала Артур, аранжировку. Это произошло не так давно. Но, если говорить именно о тех песнях, которым мы написали, которым я написала музыку, это было там 4 года назад, например, да. А другие песни, то есть там, где уже готовы и музыка, и слова, это, наверное, произошло лет, такой есть тоже Сергей Милехин, лет, наверное, уже больше, чем 10 назад. Какие-то песни появились. А сама стихи писала? Сама пробовала. У меня есть даже такая тетрадочка, талмутик, но не докончено все. Все начато, все, к сожалению, пока не доведено до ума. До ума это не написана музыка или не закончена стихи? Слова. Пока слова. Хорошо. А как рождалась музыка? Вот появилось стихотворение, ты смотришь, читаешь, здорово, это, наверное, про меня или про какую-то ситуацию, которая близка, надо под нее написать музыку. Как она рождалась? Это само спонтанно происходило или это мучения какие-то, или музыка сама появлялась в голове? Как у тебя происходит этот момент? На тот момент я как раз-таки училась в джазовой школе, и у нас было много музыкальной теории, и как раз и были эти стихи. Кстати, да, я немножко ошиблась. Песня появилась первая все-таки лет 8 назад, получается, да, 4 года назад. И как-то так получилось, что я вот как раз училась в джазовой школе, было вдохновение, я играла на тот момент так вроде неплохо, и как-то вот все срослось. Посмотрела на стихи, села клавишем, и все легло, все получилось. Мы с детства далеко перепрыгнули на имя Артур, но наши зрители могут не знать, кто этот человек. Можно поподробнее про это имя и про человека, который за этим именем стоит? Да, Артур – это мой муж, это мой коллега, вначале коллега, естественно. Служебный роман? Ну, да, наверное, так, в принципе, и получилось. Да, мы познакомились, ну, 20 лет назад уже получается, да, в 98-м году. Также в этом маленьком кафе, где я петь начала, вот, Артур туда приезжал тоже играть, мы там познакомились, стали петь, вместе работать, так все началось. А как поняла, что влюбилась? Как поняла? Влюбилась просто и все, ну, как это бывает у всех людей, что-то там… С первого взгляда или через время? Нет, нет, прошел через время, наверное, год прошел, после того, как мы начали работать, как-то все так потихоньку начиналось и пришло к своему логичному, так сказать, началу чему-то другого. И вы вместе уже, в принципе, приличное количество лет? Да, уже. Насколько комфортно быть супругой человека, с которым ты постоянно работаешь вместе? Очень комфортно, очень хорошо, все замечательно. Ну, наверное, это тоже какая-то работа, да, то есть, я знаю, что людям, людям некоторым сложно и жить вместе, и работать вместе не получается. У нас как-то вот гармония произошла, мы… У нас получается все это. Тем не менее, ты девушка яркая, все время на виду, находишься на сцене, на тебя обращены все взгляды. Комплименты наверняка делаются. Я лично была свидетелем много раз, когда вместе работали на мероприятиях, подходят, говорят, выражают свое восхищение. Как с ревностью дела обстоят? Артур ревнилый? Ну, я бы сказала, что, наверное, скорее нет, чем, да. Может, я чего-то не знаю, вот, скорее нет. А вот что, если мужчина ревнилый, женщина в курсе? Да, да, я думаю, что да. А сама? Доверие есть, что есть доверие. Тоже мужчина видный, и тоже прекрасно играет, и тоже на виду, и тоже является центром вселенной на момент своего выступления. Девушки обращают внимание. Как ты на это все? Ну, скажем так, поначалу, как, наверное, в любых отношениях ревность была. Вот. Да, ну, вначале, но потом со временем доверие-то оно кто не отменял, то есть, ну, мы как бы поняли, то есть, мы же понимаем, что мы на сцене, что это нормально, что кто-то выражает свое восхищение, там, или какие-то комплименты, это все понятно, но, то есть, как бы, ну, головаж на плечах есть для того, чтобы что-то понимать, думать. И в итоге, ты закончила, упомянула о том, что училась в джазовой школе, там ты играла, где еще была учеба, что ты закончила? Ну, скажем так, официально это была вот эта джазовая школа, да, в 2007 году, получается, закончила, вот, и до этого момента я училась частным образом у очень многих педагогов, это было у меня, наверное, 7 педагогов, я так считала, то есть, это было постоянно, это было 2-3 раза в неделю на протяжении, там, 10 лет, и 7 педагогов менялось, то есть, я... Почему менялось? Ну, почему менялось? Ну, наверное, что-то, сколько могла, получала от какого-то педагога, все, что мне нужно было. Наступал момент, что здесь все уже, можно что-то еще, вопросы все время были, да, то есть, не все педагоги отвечали на какие-то там вопросы, на мои запросы, вот, постоянно, ну, как постоянно, ну, 7 педагогов, это... Это прилично. Да? Да. А сейчас продолжаешь учиться или уже сама учишь? Наступил такой момент, что, да, недавно я начала сама преподавать вокал, вот, такая новая, как бы, струя, да, как сказать, такая появилась в моей жизни. Очень интересный опыт начала получать и отдавать что-то, это, да, такая тема интересная. Если недавно должна помнить свой самый первый урок, как ты готовилась, как ты ощущала, когда зашел первый ученик, какие эмоции ты испытывала? Ой, только сейчас прошло, прошло где-то полтора месяца, я немножко успокоилась, но первый день, второй, третий, вообще первую неделю, даже, я бы сказала, почти целый месяц, я, конечно, на таких нервах была. Я максималистка, хочется сразу всем все отдать, рассказать, показать, то есть, ну, такая достаточно для меня была стресс. Оспытала ужасный стресс огромный, то есть, очень сильно готовилась, ночами не спала, Артур потом не даст соврать, как я готовилась ночами, не спала, и, конечно, валерьянка, все дела. Зашел первый ученик, ну, как-то отработала, как-то все было, но это было как-то сквозь пелену какую-то, вот. Ну, хорошо, я такой вопрос задаю часто педагогам и задам тебе в том числе. Как ты считаешь, любой ли человек может научиться петь, и каждый ли должен, кто поет, петь? Ну, скажу так, что вот прямо так честно-честно я смогу ответить, пускай пройдет какой-то год, если мы встретимся в этой студии, я на своем опыте уже смогу сказать, что с моими учениками будет происходить. Но я, в принципе, думаю, что любой человек может петь, ну, смотря как и для чего, да, то есть, если у человека есть голос, он может петь. То есть, подобрать свой репертуар можно любому человеку. При этом репертуар у тебя, насколько я знаю, ну, сумасшедший, большой, гораздо больше, чем у многих среднестатистических певцов в нашем городе. Это сейчас не лезть, это абсолютный факт. Ты приблизительно можешь сейчас вспомнить, сколько примерно у тебя, у вас с Артуром, песен? Плюс-минус? Плюс-минус тысяча, может, больше, наверное. И все это наизусть? Нет. Куда подглядываешь, какие есть специальные... на руках все не напишешь, тогда выходила бы вся в текстах. Тысяча песен на разных языках. На каких языках ты поешь? 16 языков. Перечислять? Нет. Много. Для этого есть, раньше это были тетрадки, талмуды, да, сейчас, слава богу, есть такой планшет, там все. Почему 16 языков? Кто-то выбирает, допустим, русский, английский, или кто-то там, ну, будем политкорректно, там выступает на русском, латышском языке. 16 языков – это очень много, но на самом деле это гигантское количество. Зачем столько? Потому что, не секрет, мы работаем на корпоративах, на банкетах, на свадьбах, люди разные, разных национальностей, да, поэтому хочется всем угодить, и как бы само приятно спеть на каких-то там, даже на чеченском, да, там на казахском. Самый сложный язык для пения какой? То, что я пою, да. Ну, вот учила-учила, думала, боже мой, как они вообще с этим живут? Да, даже не могу сказать. Если он как бы мне не родной, мне одинаково стоит все выучить, ну, не выучить, а спеть песню, да, одинаковое время потратить. Текст, да, я стараюсь переводить, понимать, о чем, конечно, песня, естественно, иначе, как же я… Буквы петь можно? Ну, бла-бла-бла-бла. Нет, не-не-не, они же знают эти песни, как бы люди, для которых мы поем. А самый звучный на твой вкус язык? Самый звучный? Ну, английский. Английский, французский. То, что ближе как-то. У вас есть что-то подготовленное на французском? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бутует такой серьезный стереотип, что если мужчина играет на синтезаторе, а девушка рядом поет, это что-то такое совсем барное, совсем такое, вот из серии «Добрый вечер», «Вечер», «Вечер», «Друзья», «Зязя», «Зязя», там куча «Холо», «Холо», «Холо». То есть это всегда казалось, во всяком случае для меня, у меня бытовал такой стереотип, что вот эти дуэты, которые синтезаторы, поющая девочка, это что-то всегда среднеформатное, среднеширпотребное, то есть где-то такой окей, но при этом это не может быть чем-то серьезным, чем-то профессиональным, чем-то действительно таким, что вот на любое мероприятие, для любой публики, для любой аудитории. Когда я услышала, как поет Арина и как играет Артур, я была просто поражена тому, насколько люди профессионально работают, насколько они круто играют, насколько у них разноплановый репертуар. Если мы находимся на каком-то корпоративе, мы примерно понимаем в любом случае, какой там формат, да, то есть мы будем все равно стараться петь то, что мы уже знаем, да, со своего опыта, что это, как это обычно происходит. Это вначале кавер какие-то песни, джазовые какие-то, да, там интересные такие, медленные, небыстрые, вот, потом какой-то блок быстрых песен, ну и смотрим уже по обстановке, то есть как люди реагируют, так мы и поем дальше. Самый здоровский момент, когда приехал домой после работы, после банкета, это, значит, на кухне чаек, может быть, что-нибудь там перекусить, если-то ночь уже хочется, и поговорить. Какой классный был вечер, как мы устали, какой кайф, как здорово все прошло, просто супер. И вроде, кажется, так устали, пошли быстрее спать, все, выспались, на следующий день уже опять хочется. Время идет, да, и немножко меняются вкусы и у людей, и, ну, как бы стили, да, там, аранжировки меняются, звуки, все, все, все время, да, меняется все. И, соответственно, эти песни, которые были написаны, там, 15 лет назад, они уже вот того времени. Совершенству нет предела, да, то есть я не могу сказать, что я все, я все равно учусь, я даже, когда я сейчас преподаю, я все равно еще больше начала учиться. Да, я считаю себя профессионалом. В данный момент я работаю в студии Анима, там даю, как, вот, как долога, так что можно приходить, записываться. Очень далеко можно уйти в неверении в себя, поэтому очень большая задача ложиться на близких, родных людей, не дать уйти в ту сторону, где ты начинаешь думать, я хуже, 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 а когда ты так думаешь, ты начинаешь так и жить, так и делать. Поэтому поддержка близких людей, если вы понимаете, что человек талантливый, что в нем есть этот огонек, в нем есть потенциал, в нем есть искорка, задача близких заключается в том, чтобы поддерживать этих талантливых людей, потому что только благодаря близким людям, талантливые люди могут подняться выше. Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек, Мурка, Маруська Климова, прости, любимого! Ну, Лена, времени, я думаю, что должно быть время, да, время должно быть, желание, конечно, должно быть. Наверное, в первую очередь, всегда говорят, должно быть желание. На что уходит больше всего времени в жизни? Конкретно у нас. Ребенок, конечно, забирает время, да, потому что хочется все самое лучшее, все для него хочется. То есть это школа, это контролирование учебы, контролирование уроков, зачастую даже делание уроков вместе, а это бывает по несколько часов в день. Бытовая какая-то, да, ситуация, то есть, ну, как, приготовить, убрать, дома требуют внимания. То есть собака, опять же, у нас. Что за собака? Собака Вест Хайленд Уайт Тарьер. Как зовут? Запомнила. Ну, зовут Тайсон. Как же еще? Маленькая собака и Тайсон, нормально. Осень закружит листвой, золотою и ветрами. Боль отойдет, я обиды забуду, наверное. Память свою на замки я закрою железные. И навсегда отпущу, навсегда тебя, нежный мой. Прости, и помни, что была. Прости, и помни, что любила. Прости, что больше не смогла. Прости, что так и не простила. Был ли опыт съемок в клипах, был ли опыт своих каких-то промо-роликов? Не просто, но я видела в ютубе на сцене, я видела в ютубе концерты какие-то записанные, но, видимо, они снимали дополнительно. Видела просто на сцене поете, то есть специально для съемки было запланировано. Но клипы были когда-то сняты, были сделаны? Нет, нет, клипов не было. Почему? Не дошли руки, времени не было опять же. Так сколько лет сыну? Сейчас, 11. Тогда вопрос нет, потому что хотелось сейчас пожуче сказать, а где же все эти годы, как были написаны песни, тогда, в принципе, 10 лет. Ладно, мы убираем. Там еще «Молода зелена», там еще были другие вопросы, другие моменты. Возвращаемся к мечтам, к фантазиям. Если была бы возможность снять клип, есть песни, на которые можно было бы уже снять? Ну, вот уже записанная вещь, записанная композиция. Ну, вот как раз-таки, да, еще монеты. Маленький клипчик там есть, там какие-то фотографии подставлены. Спасибо. Спасибо. Что-то опять не так, мысли наперекосяк, а в сердце холодном, как снег. Не стало тепла, нету тепла, его сердца стук, бьет, как плеть по лицу. Я сама закрыла дверь, и как молитва не пущу, еще дышу. Помоги мне, мама, помоги, что отболела, говорила, не болит. Но ты не знаешь, обернусь, еще манит. Все та же любовь, та же любовь. Много времени занимает, вот любая песня, она бывает по полгода. Ну, не пишется, но созревает. То есть, как спеть, да, надо же продумать, как, что, чего, куда. Аранжировка, опять же, занимает, придумать. А есть любимая песня, любимая-любимая, которую стараешься исполнить каждый концерт? Любимая песня есть Лара Фабиан. А сейчас можете ее исполнить? Лара Фабиан Это я вот к своему ребенку точно так же, то есть я хвалю все время, хвалю, хвалю, и думаю, тут есть мамы, да, тут все мамы, то есть, не знаю, наверняка, да, Артем, и тоже Артем есть, и все Артемы, кстати, всех Артемы, да, так что надо хвалить, да, детей. И надо хвалить, надо поддерживать, потому что когда мы окей, это уже нормально, а когда мы где-то выбиваемся, нам указывают на том, что плохо, мы забываем о том, что то, что хорошо, оно уже как норму воспринимается, поэтому, друзья, это такой очень деликатный, важный момент, который, я надеюсь, что сегодняшний вечер действительно, как ты говорил, возможно, станет какой-то дополнительной точкой отсчета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О любви только птицы знают О любви только птицы знают И пускай этот день настанет как можно быстрее Я говорю вам огромное спасибо и за завершение последней композиции, но передайте ваши аплодисменты Не против? На английском языке? Тоже, спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо